Рептуру Духовных Академий и Семинарии Высокопреосвященнейшему Владыке Андройчу. Пожалуйста. Уважаемый Диогий Сергеевич, Диоголюха Александровна, дорогие братья и сёстры, одним из признаков государственности времён равнокосного князя Владимира была система ценностей. И без этой системы ценностей невозможно было вообще говорить о государстве. Какая это была система ценностей? Прежде всего, религиозная. И вот то, что святой напосный князь Владимир избрал именно в православии, восточное христианство, является действительно чудом. Чудом, которое происходит в жизни человека подчас совершенно естественным путём. И для него, как держателя власти, наверное, тоже этот выбор происходил внешне естественным путём, но внутренне, конечно же, в этом естественном процессе участвовал промысел Божий. И иначе невозможно было бы объяснить изменение самого апостола князя Владимира от языческого образа жизни, от зверя, которым он реально был, к тому человеку, которого теперь именуют красным солнышком, сравнивают с святым апостолом Павлом и купцом, который искал доброго бисера по слову Евангелия и обрёл бесценный бисер Христа, избрав православную веру. Вера даёт, конечно, человеку очень много. И даже то, что мы сейчас видим вокруг, ведь эти замечательные памятники, старины, иконы, предметы, утвари, картины, а если ещё и вспомнить о поэзии, о книгах, о архитектуре, о музыке, вера даёт удивительный стимул человеку к умножению творческих талантов, которые даёт своему творению Бог. Ведь именно религиозными, библейскими мотивами, сюжетами из священного писания вот уж и являлись наши художники, писатели, поэты, музыканты. Но самое главное, что вера даёт человеку возможность изменить себя изнутри, изменить себя для Бога и для людей так, чтобы в жизни человека центральное место занимал Христос. И вот тогда, когда в жизни человека центральное место будет занимать Бог, и чем больше людей к этому центру будет стремиться, тем мы будем ближе друг к другу. Именно такую систему ценностей для нашего Отечества, для нас с вами, для предельников, миссионерского подвига, равнопостного подвига святого князя Владимира, избрал для нас святой, которого мы сегодня посчитаем, честь которого, в честь представления которого, сегодня открывается эта замечательная выставка. Я хотел бы поблагодарить сердечно всех устроителей её, всех, кто готовил, всех, кто будет приходить сюда и знакомиться с наследием того человека, дело которого для нас ни в коем случае не должно стать страницей мертвой истории, а дело которого именно сегодня, в очень ответственный момент истории нашего Отечества обязательно должно снова ожить и быть реализовано конкретно в жизни каждого из нас, наших семей, нашего города, нашего Отечества и вообще-то всего христианского мира. Спасибо всем большое за это выступление.